Девушки отдыхают 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 что это тоже был год очень жаркий с большой засухой и здесь мы видим у нас отличные урожаи были в четырнадцатом году в двадцатом году тоже не столь плохие но этот год опять примерно на 6 процентов упал в общем можно посмотреть где-то 34 получается у нас результат и сейчас если посмотреть что в этом году было особенного казалось что мы где-то на две недели были позже весной это было связано с заморозками с дождем потом жара и все это судя по всему не очень-то понравилось рапсу если посмотреть это по разным федеральным землям посмотрим отдельные земли как какая урожайность была там то здесь мы видим что важные регионы возделывания рапса как мекленбург переднее помирание 250 гектаров рапс там в этом году у там урожай был примерно на 10 процентов полни же шлезвик колиштейн от пяти до пяти с половиной тонн было рапс урожайность и если посмотреть в других землях где может быть интенсивность рапса не такая высокая то там отличие этой урожайности между годами не такая сильная но если посмотреть в восемнадцатом году это падение по сравнению с девятнадцатым двадцатым годом может быть эти разница была не такая большая это связано также с тем что в этих землях может быть мы просто не так сильно израсходовали все эти посевы под рапс тогда посмотрим что же сказывается на урожай рапса с одной стороны важна плотность этой культуры то есть рапс может быть ему нужно примерно 25 40 растений может быть на квадратный метр если в начало было меньше растений это может еще компенсироваться это можно компенсировать благодаря плотности зерен и это плотность колеблется от 75 до 110 зерен на квадратный метр и это примерно 4 6 грамм и если посмотреть шлезвик гуальштейн равномерная равномерная поверхность равномерные поля там примерно у нас 6 грамм получается вес тысячи семян и примерно где-то у нас 100 тысяч может получиться но как то это не работает во первых у нас разные факторы сказываются на этом это погода которая нам может помешать потом вредители заболевания и также отдельные недостатки отдельных питательных веществ если посмотреть погода естественно сказывается на плотность семян здесь все это сказывается если у нас жара 35 градусов было все это в этом году и тогда рапс так сказать закрывается у нас не будет больше семян то же самое с влажностью и если у нас высокая влажность тогда у нас хуже корни мелкие корни начинают отмирать тогда и это тоже все сказывается естественно как на плотность семян так вообще на растения и потом есть еще другие факторы как например мороз заморозки свет свет тоже часто недооценивают если это как для рапса так и для пшеницы если во время цветения будет мало света или плохо разносится пыльца плохо опыляются они то с одной стороны тогда еще тоже вроде бы шел дождь то есть все равно результат достаточно хорошие но все равно урожай не получается тот который ожидали потом вредители тоже часто бывают разные виды виды вредителей которые сказываются на рапсе это во-первых это могут быть разные виды жучков которые пожирают эти растения другие нарушают плотность плотность посева как земляная блоха например очень часто и все эти заболевания заболевания вредители вместе в совокупности они сильно вредят конечно плотности семян тогда но также еще и ситуация с питательными веществами что здесь нужно выделить во первых азот фосфор и некоторые элементы и в последнее время очень важен был этот вопрос азот в этом году тоже то что касается высоких цен на азот сколько его есть сколько можно вообще мы можем употреблять в удобрениях факт в том если рапс голодает и голодает уже осенью то тогда естественно у нас будет теряться определенная часть урожая несколько картинок еще как может выглядеть такой рапс который попал под мороз в в ранной стадии 57 например видимо такой кривой вырос этот рапс начинает повисли головки и с другой стороны он если это более сильный мороз на нем появляются трещины трещины на стебле и тогда следующая степень которая если эффективно мороз очень был сильный минус 5 градусов например где-то то здесь мы видим на втором изображении слева видим то что более старые старые части растения они вообще отмирают растения старые бутоны почки и на верхних этажах тогда не хватает некоторых листьев здесь мы видим на этих на двух правых изображениях то что бутоны были уже заложены то есть до этого растения доросло но вдруг потом оно пожелтело и тогда не хватает прямо целого этажа растения так мы видим это на последнем изображении изображение не хватает целого этажа это все связано с морозом и то есть здесь нужно тоже задумываться что такое мороз мороз это если мы смотрим прогноз погоды там говорят завтра будет минус пять градусов это одна вещь второй вопрос как долго будет держаться этот мороз то есть если мороз уже начинается вечером и уже вечером у нас будет минус 3 минус 4 градуса и все это продержится и в течение утра то конечно опасность будет выше чем если у нас утром в 5 утра небольшой пик будет где у нас будет минус 5 градусов это рапс может выдержать и такое у нас уже часто уже и бывало и здесь не только сам мороз может вызывать проблемы но в общем разные температуры высокие температуры то есть если рапс находится в этой стадии закладывания бутонов или за несколько дней за 10 дней например до цветения когда уже образуются образуется пыльца если в этой фазе температура будет меньше 3 градусов то образование пыльцы будет ослаблено и это приведет к тому во первых рапс будет цвести но со временем будет не хватать пыльцы это именно то когда когда рапс сильно пахнет это тогда когда не хватает пыльцы и когда рапс не пахнет соответственно не хватало пыльцы и тогда будет проблема что отдельное опыление было плохим будет плохим и мы не сможем получить достаточно зерен достаточно семян на один стручок это тоже один из пунктов когда температуры могут понизить плотность зерен и если в общем посмотреть дальше это также в опылее и в образовании зерен эти низкие температуры они могут быть проблемой в конечном итоге если у нас будут низкие температуры но еще и недостаток света особенно когда в процессе созревания именно когда будет образоваться это масло это может очень сильно сказаться это нельзя недооценивать рапс будет выглядеть отлично он выглядит красивым зеленым и фермер думает отлично замечательно выглядит рапс зеленый будет пять тонн больше но как мы видели это не получилось и это как раз та ситуация на левой фотографии мы видим так пару стручков которые немного деформированы и с правой стороны к сожалению у меня не было такой хорошей фотографии это мне доктор кроп смогла выдать такую фотографию здесь тоже хорошо видно что это просвечено этот стручок не полностью содержит зерна в себе это как раз та ситуация когда были проблемы с опылением для фермера да с одной стороны он видит у нас есть эти стручки и определенное количество зерен но более позднем процессе когда мы увидим что у нас недостаточно будет зерен и это соответственно почувствуется и потом при сборе урожая и это как раз и была ситуация что у нас было в этом сезоне 20 21 у нас были очень хорошие условия во время посева октябрь был потом очень влажный особенно на юге иногда даже слишком много влаги но в большинстве регионов у нас были очень хорошие корни и это связано также с тем что у нас был достаточно мягкий ноябрь соответственно мы могли дальше расти корни и проблема потом была в том что декабрь был тоже очень мягкий то есть рапс рос дальше и дальше и тогда это конечно будет недостатком для раннего для весеннего посева если рапс растет дальше ему нужно больше тогда питательных веществ ему нужно будет больше азота потребляется азот и когда рапс начинает расти дальше особенно от восьми листьев уже мы знаем он будет начинать голодать и соответственно медленнее будут образовываться бутоны и уже в этой ранней стадии пропадать то есть если еще раз посмотреть на все это у нас был хороший рост посмотрим когда дальше весной весной у нас было феврале были опять достаточно низкие температуры и потом опять пик вверх 20 градусов в конце февраля в марте опять останов в вегетации и то есть все те преимущества которые мы осенью получили при росте были потеряны и дальше в апреле вообще можно сказать апрель был на 3 градуса холоднее чем среднем может быть было это дало то преимущество что раб смог дальше расти но как мы видим на севере было скорее сухо на юге скорее слишком влажно в половине по второй половине года и сейчас а если посмотреть в мае в мае тоже было два-три градуса холоднее чем обычно то есть два месяца более холодных и это в комбинации с мартом и холодным апрелем холодным маем у нас было то есть это время для вегетации было потеряно но рапс его подгонял как бы солнечный свет он хотел расти и если посмотреть в мае у нас на западе и на юге было излучение достаточно критично были регионы где действительно было очень много дождей и потом один регион на востоке был такой где сначала было очень сухо может быть это было преимуществом но в общем там где у нас была влага и холод у нас страдала от этого плотный зерен и если посмотреть это такая плотный зерен зерен страдала также от влаги июнь это тоже может быть то что было особенно в общем он был нормально но у нас было два дня это было 14 6 очень холодный и 18 6 когда внезапно стало выше 34 градусов и 34 градуса это было замерено высоте 2 метра то есть частично возле низко на почве были еще более горячей температуры и эта комбинация то есть было совсем холодно и потом стало очень жарко это привело к тому что это ткг это плотный зерен стал очень плохой потому что до этого действительно растения были хорошие и зеленые и потом появилась эта жара и это было как бы конец на ячмени это было еще более заметно ячмень вдруг резко сразу пожелтел и тогда мы уже не были уверены что мы получим хороший результат то же самое случилось и с рапсом то есть это была такая комбинация которая действительно нам сильно повредила тогда давайте посмотрим как рапс в принципе вообще выглядит развитие его мы видим начальная фаза это фаза образования листьев то есть начало стадия 24 листа появляются эти листья и потом начиная с четырех листьев и скорее от 6 до 12 листьев рапс уже начинает образовывать первые бутоны и в первой стадии когда образуются эти бутоны тогда это уже со временем при закладке этих бутонов уже установлен рост листьев если рапс будет расти и дальше мы этом можем помешать нашими регуляторами роста но и потом если он начинает голодать то тогда он начинает питательные вещества передавать из более старых листьев на более новые и это тогда недостаток если из старых листьев из старых бутонов передавать питательные вещества на новые листья новые бутоны тогда растение начинает голодать и соответственно у нас будет тогда и так уже будет меньше самих бутонов и это то чего мы сначала не видим мы видим только само поле с рапсом но мы не видим что происходит это часто недооценивает если у нас такая мягкая зима когда рапс просто растет дальше и растет дальше этой стадии на 12 12 листьев и начинает голодать уже с 8 листьев то что из-за этого страдает тогда количество количество бутонов и количество фруктов в конечном итоге это будут те бутоны которые может быть уже были заложены они образовывались но в начале весны они гораздо более чувствительны если будут низкие температуры будет мороз или другие какие-то отрицательные влияния и здесь можно сказать это тот фактор на который мы и сильно не можем повлиять мы можем изменить немного количество посева но мягкая зима здесь мы изменить ничего не можем мы не знаем все таки будет все равно холодная зима и в весенней фазе идет тогда редукция понижение этих бутонов и потом сначала цветение тогда идет фаза наполнения зерен если посмотреть то есть осень весна и лето это идеально и если в это время у нас уже если было в начале уже заморозки или для при образовании бутонов были заморозки при цветении в комбинации вместе с низкими температурами в конечном итоге у нас само цветение было немного задержано в прошлом году потом еще была фаза дождя и это тоже приводит тогда такому случаю сиротиния тоже это тоже привело к дополнительным дополнительным вреду в конечном итоге вся эта комбинация холодов и последующие жары эта жара была может быть недолгой но ее было достаточно что рапс не получился и если у нас осень или зима были очень длинной и рост уже начинался рапса то просто весной тогда мы теряем время для дальнейшего развития то есть в конечном итоге в феврале рапс уже хочет расти потому что физиологически он уже просто подошел к этой фазе когда ему нужно расти но на ранней фазе когда он достаточно чувствительный если появляются уже эти ночные заморозки они могут ему сильно повредить и это такая фотография к этому то есть если осенью уже этот рапс начинает быть таким немного сиреневым то может быть что в феврале он начинает тогда уже сбрасывать эти нижние листья и эти зародыши эти бутоны они или полностью пропадают или становятся слабее и это нам нужно тогда как-то предупредить мы не можем просто тратить азот он у нас тоже лимитирован и это пример такого рапса когда ему не получается вырасти эта фотография февраля здесь уже начинается закладываются эти бутоны рапс уже начинает расти и в этой чувствительной фазе в марте в апреле у него начинается уже эта генеративная фаза когда он очень чувствителен к морозу и проблема что в конечном итоге рапс это не сможет компенсировать во-первых может еще возникнуть жара во-вторых что из-за колонии из-за вредителей он тоже может быть ослаблен и это в комбинации с земляными блохами тоже здесь мы у нас массивные были поражения этими вредителями но они поедают не только листья но также эти личинки которые откладываются в зародышах листьев и которые потом врастают дальше в стебли они тоже очень сильно сказываются на урожайность и это проблема которую сейчас мы уже не сможем решить в этом году это нам нужно будет смотреть в следующем году как нам все это исправить но вот для весны нам нужно смотреть как нам избежать еще дальнейшего понижения урожая как нам нужно предупредить болезни как можно предупредить и бороться с вредителями и как гарантировать подачу питательных веществ и такое изображение это не подходит для рапс не должно быть для раб то тогда еще склеротиния может напасть и если у меня такой отложенный эффект то тогда нужно два раза против них проходиться на этой стадии и не только в середине цветения но и уже когда отцвело то тогда нужно проезжать чтобы мы такую вот картину предотвратили а что касается слюсарей то важно знать что они а вот эта ситуация февраля этого года если 23 февраля у меня такая желтая чашечка которая полная неделю до этого минус 15 град через неделю эти 20 градусов и вот эта желтая чашечка была полной это хоть и Коль Трикустом слюсари тоже были но если я не реагирую то мой рапс просто поражен и опять же идет отложение яиц и стебель полон личинник допустить этого нельзя справа мы видим что может быть если растение если это уже капустный такой росточек не так сильно поврежден но основной росток его мощность она уже ослаблена и основной росток там 25-30 процентов всех стручков дает и за счет такой ситуации естественно уже часть урожая потеряна то есть если у меня такая вот чашечка то мне действительно в ближайшие 2-3 дня нужно проезжать слюсари он откладывает свои яйца у него 2-3 дня время созревания а проросток может быть еще там время какое-то можно оставить если очень мощное поражение то может быть что там 1 и 2 которые уже досрочно раньше созрели и уже отложили свои яйца то есть важно чтобы мы эти желтые чашечки в нужном месте поставили потому что может не чтобы на пути значит тогда нужно там сойти наполнить пашечкой потом идти чтобы это удобно нет мне уже нужно они должны быть на поле пусть там близко допустим капушки а если речь идет о слюсари поражающем стебле то там эти желтые чашки нужно поместить там чтобы как можно раньше прилет можно было наблюдать то есть пользы не будет если где-то там в середине этого процесса они уже давно внутри а я только через неделю это заметил и тогда думаю ой это же ужас там же еще ничего в этой чашечке не было ущерб уже нанесен это вот причина в этом в неправильном местоположении желтых чашек вот такие дела при борьбе со слюсарей там же снова наступает холод если он внутри тогда он уже внутри ему только эти яички свои отложить нужно будет может он не такой активный но все равно он внутри время у нас до отложения яиц потому что потом наступает холод это тоже если он уже внутри и при таком сильном поражении то тем не менее фаза созревания все равно происходит может быть мы это не видим потому что они уже внутри растения они в желтой чашечке но тем не нужно смотреть на растения это тоже такая ситуация что на растения я вижу больше чем на желтой чашке особенно если мы позже и уже прилет давным-давно состоялся это именно эта ситуация и немножко в плане если сравнить с жучком он не такой уж с блестянкой вот он не такой уж вредный то есть визуально он конечно вредный очень но что касается урожайности то не такой вредный вот у нас растение которое полностью это прямо как маяк ой тут да надо что-то делать якобы но лучше всего мы делаем такую бонетировку и смотрим сколько их там делаем разрез и тогда уже ситуация менее напряженная видна и вот это такие моменты если уже с цветками прошло значит и опасность прошла нет нужно посмотреть еще на почки которые рядом потому что боковые побеги они еще в стадии роста или может быть есть уже где эти жучки там но в общем и в целом мне кажется что с блестянкой мы слишком рано тут начинаем озабоченность проявлять потому что вот слюсари это главный наш противник и который поражает стручки вот уже в конце почковой стадии он прилетает и вход это вход для наших комаров которые когда уже трехлоприз вещество было различено мы уже не можем против него бороться поэтому против него мало что можем сделать поэтому нужно смотреть что до цветения что мы бы в основном этот нажим как бы ослабили и если мы уж слишком сконцентрируемся на блестянке то мы забудем что внутри находится слюсарь поэтому когда первые почки начинают уже желтеть то часто бывает так что в них уже есть этот слюсарь и тогда мои меры не против блестянки а против слюсаря тем самым я предотвращаю автоматически и поражение комарами мошками еще раз что можно сделать против земляной блохи в целом для меня это означает что высев в регионе где у меня очень сильное давление страны земляной блохи то нужно смотреть то рано и редко сажать вот так то есть обработка ранее оно не проходит потому что мы видим что прямо разрывает растения да отчасти это так но самый крупный ущерб от блохи это не вот эти листочки а за счет отложения яиц и если у меня сильное растение то это сильное растение может и скажем так у него черешок листка толще и там срок дольше и может быть он не пойдет в стебель рапса но следующий плюс что такое крупное растение может быть и может быть выдержать большее количество вредителя это скомпенсировать и все-таки весной реально принести урожай а вот которую поздно посеяли у нее резервы практически нет ее просто блоха сожрет и еще там парочку личинок может они уже распределены может их меньше на отдельном растении но ущерб больше поэтому лучше раньше и скорее более редко так чтобы отдельные растения можно было более усиленные были но хорошо за счет фатолиза через 3-4 часа они уходят если у нас массовый прилет как в этом году то мы видим что в конечном каждые 4-5 дней нужно опрыскивать мы также знаем что земляная плохая резистентность к перитаиду но это супер такое нокдауна устойчивость резистенции его еще нет и мы также знаем что вот этот нокдаун резистент у нас перитаиды это дают надежный эффект это то что было в этом году потому что вот это объем был очень большой и поэтому каждые 4-5 дней нужно было проезжать если мы хотим чтобы он надежно развивался весной плюс еще один момент чтобы перитаиды наши с точки зрения стабильности чтобы было лучше и тут не окупается брать самое дешевое из дешевого важно чтобы мы там допустим один евро проинвестируем больше чтобы в конечном счете больше надежность эффекта лимонная кислота вот что касается будущего но к сожалению сейчас мы ничего против земляной блохи сделать не можем может быть еще один-два момента где вот уходит эта личинка и там перитаид но это уже другой момент а то что мы видим справа старый рапс а слева свежепосаженный рапс такого в будущем тоже быть не должно потому что получается что то что с правой стороне созревших уже сожирают они потом просто перепрыгивают откладывают там эти личинки и там не там не десять четырнадцать дней у них период созревания а прямо откладывать начинают и там мы можем реагировать как угодно быстро но все равно мы уже тогда проиграем то есть просто это нужно иметь ввиду и с правой стороны по возможности чтобы черная была земля на этой пашне и чтобы его удалить перейдем к последнему пункту что можем делать в плане питательных веществ здесь ситуация такая слева мы видим недостаток азота а сейчас в октябре октябрь ноябрь ничего сделать не можем уже до того нужно знать насколько хорошо источники питания для рапса то что у меня в почве был рекордный урожай это значит что до того злаковые взяли очень много азота значит я знаю что в почве азота мало осталось поэтому можно сажать меньше растений но справа есть ситуация это очень такая темная хорошая почва на этой темной почве вдруг весной скажем так в конце марта что вдруг желтеют почки у тебя было минус 2 градуса причиной здесь было то что высокое содержание гумуса меди очень плохо были доступны и не было наши средства защиты от мороза и отморозились то эти почки отчасти целые растения если это знаю могу уже заранее реагировать и до того постараться постараться посредством удобрений для наземной части меди давать но в такой ситуации тут я уже не знаю высокое содержание гумуса надо уже до того что делать осенью теперь я хочу подстраховаться бор да мы это делаем мы знаем контролируем и вот эти симптомы как бы мы с ними управляемся но иногда все-таки что-то упускаем и для меня это значит использовать анализ растений и когда скажем я весной и вижу что не не так быстро усваиваются вещества то может быть парочку там килограмм в день азота еще дать анализ растений дает вот что я вижу где проблема и я рекомендую вам просто осенью то есть сейчас сделать анализ растений чтобы вы знали в чем проблемы чтобы знать если уже сейчас чего-то не достает чтобы мы своевременно отреагировали и хороший пример для малюсенького такого вещества молебдена если его не хватает то мы провели опыт это опытные результаты значения ph ниже 6 то есть 5,1 кислотная почва из литературы мы знаем что при кислотной почве при этих условиях молебден очень плохо усваивается и у нас есть различные количества удобрений далее с серой без серы такие-то такие-то количества и как вы видите без молебдена красный столбик где-то ниже тридцати а если два раза 100 грамм натриум молебдат то вдруг урожайность почти на полтонны увеличивается и вот мы видим разницу 140 или 220 я дал удобрений эффективность этого азота она за счет нехватающего молебдена фактически во многом сведена на нет поэтому проконтролируйте то что у вас есть запасы и посевы что там в плане микроэлементов может быть еще там парочку евро 2-3 евро прибыль допустим там 300 евро учитывая цены то есть это анализ растерий это не так уж дорого там 50-40-50 евро а потом решение будет измиряться тысячами евро но зато большая уверенность будет это все окупается плюс тема о количестве растений если у меня мало азота то я могу небольшое количество растений еще нормально питать если вы видите вот 12 листочков стадии столько сантиметров 20-30 растений это светло-зеленый цвет если у меня усваивается где-то 80 если у меня 40 до 50 растений то всасывание 110 если рапс у меня 140 где-то м но все это не может столько давать поэтому если я знаю что я на песке но хочу при этом рано сеять и чтобы рапс без голода провел осень то тогда нужно просто снизить количество растений посмотреть на распределение чтобы одно более крупное растение с более сильным корнем чтобы еще можно было получить прибыль вот итог всего нужно следить за тем чтобы плотность зерна была обеспечена потому что это причина по которой в этом сезоне нам так навредило потому что ниже была плотность зерен и плюс сниженное было за счет внезапной жары и осенью земляная блоха это нужно вообще смотреть при севообороте соседние поля и так далее чтобы постоянно применять свои меры чтобы удерживать ситуацию слюсарии мы видели что был очень сильный их прилет значит нужно своевременно реагировать и говорить ах тут стало холодно время у нас еще есть а наоборот последовательно работать если массивный прилет и если тепло то проезжать а не ждать неделю и думать что ах стало холодно потом еще неделю нажать а с тех пор они уже тогда отложат свои яйца важно чтобы желтые чашки помещать в нужных местах правильно их позиционировать и и чтобы азот не весь купленный азот а чтобы рапс которому вначале нужно много азота чтобы имеющийся азот так распределить и скорее к рапсу к ячменю в любом случае начать давать одобрение а пшенице дать немножко времени то есть рапс не должен голодать потому что если он уже использовать анализ растений потому что в конечном счете это дешевое решение для того чтобы более обоснованы были наши решения большого спасибо ферринс большое спасибо за интересный доклад я думаю что понятно стало что деталь говорится черт в деталях и очень правильно мы осветили эти тонкие моменты но в конце немножко ты уже ответил на этот вопрос удобрения доступность удобрения в связи с этим был вопрос какие культурам отдать приоритет да вы сказали что сказал что рапсу нельзя голодать и поэтому вот с этим связан второй вопрос начальную дозу какую дать чтобы не передозировать но и не уходить ниже минимального уровня вот тут я бы сказал раз уже у меня есть рапс который сейчас начинает уже первые старые листочки листочки уже начинают желтеть это значит что это перемещение уже состоялось в зависимости от места можно дать большие количества 100 н прямо сразу их нужно давать чтобы растения дальше не голодали тем более если ран ранний был посев то как раз сейчас надо им способствовать росту ему нужно что уже в январе ему нужен будет азот чтобы не обмельчали почки а если там где рапс не голодал а довольно еще старые листья имеются в наличии еще нет выцветания то тогда первую дачу можно дать только для регенерации чтобы он как бы немножечко проснулся чтобы он не начал уменьшаться и наши 50-60 килограмм будет достаточно то есть я бы сделал вот такое развлечение если он сейчас уже лиловый то давай туда прямо удобрение а если все еще более-менее нормально то я знаю что снабжение азотом достаточно в системе у меня еще есть достаточно тут можно сэкономить ну и исхожу из того что может быть зимой будет и морозы и потери листов когда рассчитывать на то что вот в следующем году для листьев чтобы были вещества в наличии азот но вообще назовут и вот это от отмершая ткань можно легко но ее еще нельзя считать для первой дачи только для второй применение это конец марта начало апреля вот тогда это можно учитывать это не влияет на нашу первую подачу удобрения скорее на вторую чтобы там чуть чуть меньше давать а вот пришел вопрос ты говорил о довредителе и так далее и вот наш гость из франции спрашивает нас там там довольно много рапс вместе с фасолью для того чтобы как-то это отвлечь как как вот ты считаешь эту систему мы сами делали опыт на эту тему в прошлом и в этом году мы наблюдали эту ситуацию что мы видим да что то там происходит за счет вот бобовых культур которые мы также выращиваем да у нас есть насыщение больше больше азота но но это дело не в том что он синтезируется потом отдается а дело в том чтобы растение само берет этот азот то есть вот когда отмирают уже эти бобовые чтобы этот азот будет уже в наличии то есть как бы позже поэтому вопросы в этот момент времени раб сможет уже все это всасывать и вот так сказать от отвлечь но в земле саксония анхальт к сожалению в этот период в эти опыты был очень большой прилет насекомых и в конце концов мы никакого различия не видели и поэтому прервали этот опыт с бобовыми без бобовых различные и общем все это ничего не получилось из пшеницы пробовали и прочее то есть может быть это что-то и дает но если нас очень серьезная ситуация то нет с этой меры не обойдешься можешь мне в цифрах сказать примерно вот хорошие такая фасоль посевная есть количество цифры какие-то нет к сожалению тут нет тут не могу сказать назвать какую-то цифру может 50 60 килограмм можно получить но в более поздний момент времени потому что вопрос сколько времени до того было вот это бобовая культура она уже свою максимальная связывающий эффект азота может быть это потом больше а если это поздний высев то может быть намного ниже этой границы и вопрос вообще этот азот он будет играть роль или нет вот там где у нас достаточно азота в почве то мы в результате ничего не видели чтобы это что-то дало ну на песке может быть там может быть 20 30 что-то еще дадут но в конечном счете в конце концов оба растения и конкурируют друг с другом это да это был бы мой следующий вопрос вот конкуренция существует от пястность что вот это бобовая культура сможет может этот раз да если если у них листки друг с другом соприкасаются то он он знает ага тут какое-то еще растение поэтому он идет растет наверх такое бывает сорняками и все прочее в конце концов идет конкуренция почве за место и наверху за свет если он чувствует что кто-то рядом то он прорывается наверх но тут мало что можно сделать если я знаю что такое происходит то только вопрос в какой системе это сделать сделать это с точным высевом или может быть больше расстояние оставлять или может быть тот один и тот же ряд там это хуже конечно может быть там можно что-то какие-то мелочи подправить еще один вопрос посев сказал что лучше рано и по отдельности чем позже и но надо поточнее сказать что такое рано может быть ты можешь сказать если в южных средних и северных регионов но и по температуре рано означает что в конечном мне как бы 9 градусных дней это стать достигла конца вегетации и в зависимости от того если я в более теплых южных регионах то рано это может быть 25 августа а если я где-то на севере то наверное нужно 15 августа я бы сказал но нужно смотреть есть эта проблема или нет в этом году мы видим что там где в последнее в прошлом году у меня уже была проблема с плохой то в этом году тоже если у меня в прошлом году не было проблемы в этом году не было то тогда могу сказать что можно совершенно обычно нормально если у меня не очень много если запасов просто высевать рамс и все если я сейчас уже знаю сосед там пишет что следующее это пойдет придет это блоха будет поражение тогда вот такую стратегию да это близко к вопросу которого вот только что пришел вот все вооборот рапс и это негативно влияет но если я вот эту бонетировку смотрю потом вот эта возможность компенсации с точки зрения плотности зерна то что не везде существует и так далее чаще это чуть холоднее но у меня просто есть нагрузка на почву со стороны грибов там и пенициллиум и скреолатиния плюс латентные колонии тоже потихонечку туда просачиваются и все южнее и южнее и в этом году очень много вертицилиев я видел и и если там ситуация не подходит то то есть чуть-чуть только снизу ткг и тогда это сразу видно будет и тогда зерно только четыре с половиной или пять с половиной граммов вот в этом будет разница а если 100 тысяч плотность зерен это в конечном счете тонна да то есть такой огромный рычаг рычажное плечо и и последний вопрос речь шла о смеси сортов клиенты спрашивают мешать ли разные сорта например чтобы было различное время цветения как вот и считаешь в этом есть что-то или лучше не надо этим заниматься не знаю зерновое кукуруза после катастрофических вот годов в восточной европе где при такой жаре и где просто все высохло они тоже говорили да смесь была бы лучше но в конечном счете я же хочу чтобы не был сорт где все все производство могу на этом основать и получается что у меня пять недель цветения из-за погодных условий то может быть что из-за сортов у меня это время цветения у меня больший риск смысла склеротинии существует ситуации и годы когда это это правильно было бы это случайно как бы повезло но стратегия которой я думаю на которой я основываюсь хочу ее проводить течение всего года нет потому что мне нужно знать что почему зачем когда я делаю да для того чтобы ли сроки по сроки выдержанные так далее ну что ж я думаю что обсуждение показывает что это очень важная тема и в конечном счете мы сейчас в начале зимы нам нужно принять парочку решений и потом весной когда мы выйдем в поле определить какие меры принимать да ференс большое спасибо что сделал нам такой обзор и большое спасибо вам спасибо вам публике за ваши вопросы